А сейчас я передаю слово Фариту Музипову, Аймани Банк, с рассказом о получении статуса CISM и CISA, подводной камни и применимость в жизни банковского безопасника. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Пожалуй, моя презентация будет самой гуманитарной на нашей технической секции. И слово информационная безопасность будет, пожалуй, встречаться в названии сертификата CISM. Также я хочу отметить, что есть очень много важных и интересных вещей, касающихся сдачи экзамена, но я о них не говорил, потому что их легко найти в интернете, в блогах. Это действительно важные вещи. Но учитывая то, что времени мало, я постарался сосредоточиться на чем-то своем, что не всегда можно найти в других местах. Прежде всего, как я и обещал в тезисах, я начну с того, о своем впечатлении, о знакомстве с одним из вузов. Это был Санкт-Петербургский университет телекоммуникации. Нам провели экскурсию по этому университету. И когда я увидел великолепно оснащенные серверные классы с всеми разновидностями CISM, сотовую станцию Мегафон, настоящая сотовая станция, которую отдали на растерзание студентов, и увидел заинтересованных, увлеченных студентов, я понял, что пройдет и некоторое время, и эти интересные, сильные люди придут в профессию. И у меня был вопрос, что я могу противопоставить им, каким образом мы можем с ними конкурировать. Да, я согласен с теми, кто говорил здесь, что студент нынче пошел не тот, что студенты ленивые, но, коллеги, во-первых, студент попадается очень сильный, во-вторых, человеку соответственно меняться, и вчера нерадивый студент может стать впоследствии очень сильным профессионалом. Да, даже более того, мне не нужно много таких вот, да, людей, с которыми конкурировать. Достаточно, что один такой придет к моему начальнику и скажет, зачем ты держишь начальника безопасности этих норя? Я тебе заменю их обоих. А еще и цискаря в дите. Вот, и я понял, что для того, чтобы не оказаться на свалке, нужно развиваться. Тут я хотел рассказать один анекдот, даму, прошу прощения, я максимально его разгладить. Пошла бабка выбрасывать мусор, перекидывает ведро в контейнер, и тут у нее прихватило спину, и она повисла на контейнере. Шел наркоман, видит бабка, и он увидел в ней женщину. Ему сверху кричат, наркоман, ты что, офигел? Он говорит, это я офигел, это вы офигели. Бабку еще любить и любить, а вы ее на помойку выкинули. Так вот, коллеги, нас еще любить и любить. Поэтому давайте развиваться. Каким образом мы можем получить, подтвердить свою квалификацию? Ну вот, на вскидку, мы можем говорить о дипломах, о высшем профессиональном образовании и переподготовке. Но я бы сказал, что диплом уже сейчас стал не конкурентным преимуществом, это просто вход в профессию. И молодежь здесь имеет преимущество, потому что они сразу оканчивают университеты, институты с нужным названием, вписанной квалификацией в дипломе. Нам, кто учился ранее, приходится проходить переподготовку, чтобы получить нужный документ. Можно подтвердить сертификатами учебных центров, но, к сожалению, эти сертификаты констатируют только то, что вы прослушали, но не подтверждают качество усвоенного материала. Есть вендорские сертификаты. Великолепная вещь. Специалисты, которые обладают вендорскими сертификатами, очень ценятся на рынке труда и очень востребованы. Но вендорские сертификаты, но здесь, опять же, имеет преимущество молодежь. Еще один недостаток вендорских сертификатов, они очень быстро устаревают. Тогда я обратил взгляд на международные сертификаты. СИСа, 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 СИСом. Для того, чтобы получить этот сертификат, мало сдать экзамен. Нужно иметь стаж. А вот тут, коллеги, у нас с вами есть преимущество, которого нет у молодежи. Кроме того, эти сертификаты, они в большей степени являются менеджерскими, и они не так быстро скисают, как технические сертификаты. Ну, собственно, вот здесь перечислены сертификаты ИСАКа. Я давно задумался на том, чтобы сдать экзамен, но бы не знал, с чего начать. И тут спасибо Андрею Валентиновичу Дроздову, вице-президенту российской ИСАКе, который надоумил меня на путь сдачи экзаменов. И, кстати говоря, очень вовремя. Я почти все шаги успел до роста курса доллара. Но для того, чтобы получить сертификацию, нужно не только экзамен. Нужно еще подтвердить свою приверженность к кодексу этики, подтвердить опыт и регулярно проходить обучение. Когда я решил, что надо, пожалуй, заняться сертификатом, я вдруг понял, что мне уже не 20 лет, и либо я прямо сейчас не откладываясь этим вопросом, либо уже не сделаю это никогда, и так и останется мечтой. Я зарегистрировался на ближайший экзамен, заказал учебник, базу, пошел на официальные курсы ИСАКа в Академии информационных систем. И был шокирован той пропастью, которая отделяла меня от успешной сдачи экзамена. Хотя, несмотря на то, что в профессии я уже работаю почти 10 лет, а до этого в IT, но отступать уже было поздно. Экзамены и раньше были достаточно дорогим удовольствием, но сейчас в связи с ростом курса доллара для многих они стали вообще неподъемны. Для членов ИСАКи, вот насколько я помню, экзамен стоит 500 долларов. Поэтому на первое место выходит вопрос эффективности и каким образом сдать экзамен с первого раза. Я хочу рассказать о своем подходе, который позволил мне сдать два экзамена с первого раза и еще один со второго. Скажу сразу, что не всем будет интересен мой метод. Есть большое количество умных, организованных, мотивированных коллег, которые с легкостью добиваются поставленных перед собой целей. Поэтому мой доклад больше предназначен для таких же балбесов, как и я, которые хотят, но не знаю как, как времени не хватает, организованности, знаний, языка, чтобы достичь желаемого. Ну и так далее. Поэтому я решил задействовать все свои знания по психологии и работе мозга, которыми, в общем-то, всегда увлекался и с удовольствием читал литературу. И так как вопрос сдачи экзамена не был для меня вопросом жизни и смерти, на работе у меня не требовали их наличия. Это была просто моя инвестиция в свою будущую карьеру. Поэтому я решил экспериментировать и задействовать свои знания. Скажу сразу, что я не являюсь профессиональным психологом и специалистом по мозгу. Я дилетант, и в моем докладе могут быть ошибки. Прежде всего, я исходил из того, что все, что проходит через наши органы чувств, доступно мозгу для дальнейшей обработки. В прошлом веке было сделано открытие, которое позволяет утверждать это. Есть такой тип операции на мозге, который делается при полном сознании пациента, только под местным наркозом. Это нужно для того, чтобы хирург, раздражая те или иные области коры головного мозга и следя за реакцией и опрашивая пациента, нашел ту часть коры, которую нужно прооперировать. И в ходе таких операций было обнаружено, что в височных долях есть такие области, раздражая которые, у человека начинают всплывать какие-то моменты из его жизни. Причем всплывают очень подробно запахи, звуки, его ощущения в этот момент. Таким образом было обнаружено, что у человека есть, так можно сказать, черные ящики. Которые записывают, подробно записывают все, что попадает в поле зрения органов чувств. Вот только сознательно извлекать эту информацию, к сожалению, мы не умеем. Важный вопрос – это знание языка. Наше знание языка может отличаться от того, что мы сами думаем об этом. Впервые я задумался об этом еще в Вауманке. Как-то мы что-то отмечали в общежитии, выпили. И на следующий день, а и большая часть вечера выпала из моей памяти. На следующий день друзья рассказывали, что на них произвело большое впечатление, что я говорил на никому неизвестном языке. Причем говорил четко, разборчиво, повторял, если меня переспрашивали. Они ничего не смогли вспомнить из моего разговора, но я подозреваю, что все-таки это был татарский язык, который я очень хорошо знал в детстве. И в возрослой жизни, как мне казалось, он полностью забыт. Еще один случай из таких серий, это когда я слушал книгу в машине, между делом, не обращая на внимание, играет и играет. Но потом не только смог восстановить ее содержимое, о чем она сказать, но и мог пользоваться тем, что в этой книге было. Что говорит по этому поводу наука? Ученые говорят, что нельзя рассматривать мозг как единое целое. Скорее, мозг – это набор потребностей, которые конкурируют друг с другом за доступ к телу. И доступ к телу получает та потребность, которая обладает наибольшей энергией. И если две энергетичные потребности борются за доступ к телу, получают доступ третье. Поэтому мы говорим, что если человек чешется, то это не признак того, что ему надо помыться, а человек задумался, что-то в нем борется за доступ к телу. Точно так же у человека может быть очень энергетична та часть коры головного мозга, которая уверена, что Кузьмич не понимает по-фински. Кузьмича с детства приучали, убеждали в том, что он говорит только по-русски, а финский язык выучить сложно. И он поверил. А на задворках сознания загнана другая часть, которая каким-то образом накопила знания финского, которая все понимает, но обладает малой энергией. И чтобы она вступила в действие, нужно расслабить ту часть, которая уверена, что он финского не знает, алкоголем, гипнозом, травмой. Вот почему я не согласен с теми, которые говорят, что вот я хочу сдать экзамен, но вот надо язык подучить, надо вот заняться. Язык можно учить вечно, и, собственно, так и не преуспеть в этом. А вот готовиться к экзамену, вот это для английского языка, я считаю, суперполезно. Я вообще считаю, что лучшее средство изучения английского языка – это экзамен через два месяца и книжка на английском, которую без вариантов надо прочитать. А лучшее средство скорочтения – это томик Шон Херрис, подготовка к ЦИС на полторы тысячи страницах, и экзамен, который светит тоже через весьма недолгий срок. Еще одна тема, что наш мозг постоянно стремится оптимизировать расход энергии. Основной потребитель энергии – это не само тело нейрона, а связи между ними. Поэтому мозг постоянно забывает, избавляется о ненужных связях. Например, новорожденный ребенок может без труда отличить двух любых людей на Земле. Но к трём годам он сильно упрощает сеть нейронов, которые отвечают за распознавание лиц и может отвечать только у людей того типа, которого мы знаем, которого его окружает. Ну, помните сцену из фильма «Мимино»? Какие же эти русские все на одно лицо? Есть описанные очень забавные случаи, когда у детей дипломатов из Африки в Европе рождались дети, и, будучи с детства окруженными учителями, гувернерами, европейцами, росли в этой обстановке. Но когда они приезжали в Африку, выходили с самолета, они просто цеплялись своих родителей в панике, и не понимая, как они будут отличать их от людей, которые вокруг. Поэтому этот принцип тоже очень важен, и он нам позволяет понять, почему новое знание приобретается гораздо легче, если оно является частью нашего окружения. Обучение происходит не только, когда мы читаем, слушаем. В процессе обучения мозгу нужно выстроить огромное количество связей между нейронами, а для этого, хотим мы это, не хотим, нужно время. Поэтому полгода ежедневных занятий по 20 минут дают лучший результат, чем две недели интенсивных занятий по 8 часов. Спортсмены знают, что наращивание мышечной массы происходит не во время тренировок, а в перерывах между ними. И точно так же для занятий перерывы очень важны. Еще одна особенность нашего мозга является то, что наше сознание более энергоемко, чем подсознание. Каждый может вспомнить, как он учился кататься на велосипеде. Дмитрий Бахтин, один из преподавателей курсов ИСАКИ, заметил такую особенность, что на тестовом экзамене после 65-го примерно и 120-го вопроса у него идут большие провалы, когда на 10-12 вопросов подряд он отвечал неправильно, а потом снова начинал отвечать правильно. Я считаю, что дело здесь в том, как раз в том, что вначале работает сознание, которое через час-полтора утомляется и отключается. И править балл начинает подсознание, которое никто специально не обучал. И очевидный вывод состоит в том, что подсознание точно так же нужно обучать, только нужно делать это немного иначе. Например, карпеть над учебником подолгу, разбирая каждую тему, годится для сознания, но это не вариант для подсознания, который быстро скучает и утомляется. Подсознание подобно спартанцам и известным сквозь лаконичностью. Помните их ответ велеречивому оратору? «Пока мы слушали конец твоей речи, мы забыли начало, а забыв начало, не поняли конца». Вот, я сосчитаю, сколько людей мне скажут эту фразу после моего доклада. И самое главное, если вам кажется, что у вас ничего не получается, это не повод сдаваться. Когда у нас что-то не получается, наш мозг начинает активно строить новые связи между нейронами. Но нужно время, чтобы результаты этой работы стали видны. Вот только все, что легко, почти не развивает наш мозг, так как используют уже имеющиеся связи. Поэтому заниматься нужно понемногу, регулярно, а результаты обязательно проявятся. Через несколько месяцев или лет. Ребенку при всей пластичности его мозга нужно несколько лет, чтобы говорить на родном языке. А что говорить о взрослом человеке, которому нужно вдруг сдать экзамен на неродном для него языке. Ну, собственно, вот давайте, исходя вот из этого, попробуем построить некую такую программу подготовки к экзамену. Я считаю, 6 месяцев это вот вполне, вполне такой срок. Подробно пройдемся по каждым пунктам. Окружите себя английским языком. Вот мы говорили о подготовке в 6 месяцев, но это вот единственный пункт, который я бы предпочел даже вынести за рамки этих 6 месяцев. Вот это то, чем нужно заниматься всегда. Начать слушать английский как можно раньше. Это аудиокниги, смотреть фильмы без дубляжа, а только с субтитрами. Держать в руки книги по журналу на английском. На этом этапе не стоит вопрос понимать, что там написано. На этом этапе нужно четко дать мозгу понять, что английский язык это всерьез и надолго, и хочешь не хочешь, а связи выстраивать надо. Следующий пункт. Заказать учебники, зарегистрироваться на экзамен. Ранняя регистрация на экзамен доступна за полгода до экзамена и имеет ряд преимуществ. Во-первых, она дешевле. Во-вторых, вы четко даете себе понять, что вы приняли решение и назад дороги нет, а только вперед. Учебники нужно заказывать того года, в который сдается экзамен. Бывает, что их содержание подвергается серьезному пересмотру. Поэтому, например, если вы зарегистрируетесь на июньский экзамен, то, возможно, придется чуть-чуть подождать, чтобы заказать учебники в январе. Но затягивать с заказом учебников не стоит. Учебники для АЦИСа могут идти два месяца, чтобы не оказаться в той ситуации, когда ты уже сдал экзамены, где учебник пришел. Не нужно с этим затягивать. С базой нет никаких проблем, с тестовой базой вопросов. Ее заказал, она на следующий день доступна для загрузки. Только единственное, с базой нужно определиться, куда ее ставить. Ее можно ставить только один раз на компьютер. Хотя в последнее время ИСАКО предлагает достаточно интересную подписку на тестовую базу вопросов, когда можно купить подписку на один год и работать с базой вопросов откуда угодно. Хоть с планшета, хоть с ноутбука. Следующий момент. Найдите единомышленников. Помните, как в песне «Если что-то не пойму, разберем с друзьями». На сайте ИСАКО есть множество сообществ для подготовки. Я не советую ими пренебрегать. Я считаю, что мне вообще повезло, когда я начал готовиться к экзамену Сигейт. На сайте появился такой лидер, который сказал, ребята, давайте готовиться вместе. И достаточно быстро собралась очень такая хорошая группа. В основном из англоговорящих стран, что очень важно. То есть обсуждение шло все на английском. И мы достаточно эффективно в течение двух, даже трех месяцев практически ежедневно сидели в Эбэксе, обсуждали вопросы, разговаривали. И надо сказать, что группа подобралась очень сильная. Вначале у нас выступали волонтеры из местных отделений ИСАКО. Вот и с московским чатером мы тоже вели разговоры, переговоры. Когда волонтеры кончились, мы сами стали работать сами. Они научили меня мыслить как СИО, а Сигейт – это экзамен прежде всего для СИО. И выбирать правильные ответы. Здорово потянули мой английский. И надо сказать, что большинство в группе очень успешно сдали экзамен, даже войдя в 10% в лучшем результатах. Но, к сожалению, не я. Но я еще скажу дальше об этом. Мы говорили о просто слушании любого английского языка. Но при подготовке к экзамену нужно уже постепенно переходить на определенную тему. Чем мне нравится аудиокнига? Когда ты читаешь книгу, что-то тебе отвлекло, ты ее бросил, и так за перерывами можно ее не прочитать. Аудиокнигу включил, и она играет. Если файл длится 6 часов, то она и будет длиться 6 часов. При этом можно заниматься какой-то своей деятельностью. Кто-то, вот с кем я обсуждал, кто-то говорит, не, я так не могу. Мне нужно сесть в удобное кресло, внимательно слушать книгу в спокойной обстановке. Я, может быть, тоже так хотел, но у меня нет такой возможности. Поэтому я пошел другим путем. Наушник в ухо, занимаешься какой-то другой деятельностью, и даже на работе у меня тихонечко звучит какая-нибудь аудиокнижка из колонок. В начале было тяжело. Когда занимаешься какой-то деятельностью, пытаешься слушать, что за что-то цепляться, но поставил ускоренное воспроизведение, когда уже слух не успевает за то, что там говорится, и случилось чудо. Перестаешь отвлекаться на это. Тема книг у меня была вначале достаточно широкая, потом ближе к экзамену я стал переходить на темы экзаменов, которые рассматривались в экзамене. Это киберсекьюрити, баланс-скор-карт, KPI, ETIL. А в конце я слушал непосредственно аудиокурс подготовки к экзамену. Вот тут я бы рекомендовал на YouTube, есть очень неплохие видеокурсы, но видео смотреть у меня времени не было. Я выдирал оттуда аудиодорожку и ходил и слушал ее. Единственный момент, что при таком бессознательном слушании недостаточно прослушать один раз. Я в течение двух месяцев готовился к экзису, это пять доменов. Я каждый домен слушал в течение одного дня. Таким образом, каждый домен за два месяца я прослушал более 12 раз. Дальше, в следующий пункт, знакомимся с учебником. Как только вы получили учебник, не нужно бросаться его читать. Можно начать с того, чтобы просто пролистывать его. Это потребует не больше 10-15 минут в день. Через какое-то время можно удлинить процесс, внимательно рассматривать картинки, попробовать почитать за то, что зацепился в глаз. Идея этого метода пришла после чтения книги Амонт и Вонга «Тайны мозгового ребенка». Там упоминается, что исследования показали, что ребенок гораздо лучше читает в школьном возрасте, если в детстве он имел доступ к книгам. Не читал, а просто общался с ними, держал в руках. То есть ему знакома картинка букв. Но если этот метод действует для детей, почему бы не попробовать его для взрослых? И много позже я узнал про метод фоточтения. Начиная готовить к каждому следующему экзамену, я старался как можно раньше получить учебник. Кто-то может сказать, что листание бесполезно, но я провел такой эксперимент. Готовясь к экзамену Сириск, я в течение месяца пролистывал учебник, а потом прошел тест на тестовой базе вопросов. К сожалению, я не сохранил тот скриншот с этой тестовой базы, но результат был такой. Причем я вопросы отвечал точно так же. Я не читал их, я просто пробегался по тексту и выбирал первый понравившийся ответ, даже не вчитывая с него. Первое тестирование показало 10%. Это гораздо ниже того, что должно было получиться среднеарифметически, 25%. Второе – 30%. Третье – 60%. Что, согласитесь, гораздо выше, чем должно было получиться по арифметике. А потом тенденция пошла такова, что все опять стало снижаться, снижаться и снижаться, пока не ушло в 25%, которые, собственно, мы и должны были получить, исходя из теории вероятности. Работаем над вопросами. Над вопросами я точно так же работал вначале обычным методом, но я заметил одну такую простую вещь, что я не успеваю выполнять план по вопросам. Я, если планировал в день, допустим, проходить по 30-50 вопросов, то, начиная вчитывать, нет времени посвятить для того, чтобы заняться ими в нужной мере. Поэтому я делал так. Я для себя решил, что лучше просмотреть максимальное количество вопросов, чем внимательно прочитать каждый из них. Поэтому, быстренько пробегаясь по тексту вопросов, я отвечал в день порядка 300 вопросов, тратя на это не больше часа. И самое интересное, что через какое-то время я стал узнавать вопросы и отвечать уже на них правильно. Через какое-то время я стал отвечать уже со вероятностью 100%. А самое главное, вот этот подход научил отвечать быстро, что очень пригодилось на экзамене, где на самом деле есть чуть больше одной минуты на каждый вопрос. Немножко расскажу про дополнительную литературу. Основной учебник никуда не денется, я читал так. Его все равно придется читать, поэтому я предпочитал подсунуть под него что-нибудь из дополнительной литературы, которую я читал для того, чтобы подготовиться к чтению основного учебника. Но что я обнаружил, иногда вот эти дополнительные литературы читаются гораздо легче, чем учебник, потому что они написаны одним автором, хорошо структурированы, в то время как официальные учебники пишутся коллективом авторов, и где-то они читаются сложнее. Но опять же, я говорю о том, что я использую литературу в качестве подготовительной для того, чтобы работать над основным учебником. Ну, в плане у меня есть работать с учебником, мы не будем на этом останавливаться, мы все прекрасно умеем с этим работать. Мы это делали хорошо как в школе, так и в институте. Немножко я скажу про курсы подготовки к экзамену. В Москве проходят официальные курсы ИСАКО, которые проводит московское отделение в Академии информационных систем. Есть курсы по ЦИСА, ЦИСАМ, Сигеет и, не знаю, по Сирийску есть, Андрей Валентинович, пока нету, да? Курсы проходят в апреле и октябре, как раз вот за два месяца перед экзаменом. Я считаю, что я, нахожусь для себя, нашел их очень полезными. Очень полезно будет обсудить на курсе процедуру сдачи экзамена, чтобы прийти в центр тестирования, и вы четко знали, что делать, куда идти, что взять с собой на экзамен. И имейте в виду, что стоимость курса входит в учебники и база тестовых вопросов. Если вы их уже купили, не забудьте сказать об этом при записи на курс, чтобы их стоимость вам не зачли. Перед экзаменом. Я рекомендую перед экзаменом узнать как можно больше о самом процессе экзамена, так и где это происходит. Есть такой совет, что посетите место экзамена, посмотреть, где это происходит, но у нас он проходит в Московском международном университете, я не думаю, что охрану туда пустят. Поэтому узнать хотя бы больше информации, как это происходит. И есть еще вот одна очень полезная вещь, которую я вот для себя пробовал и считаю очень полезной. Вот есть в письменных книжках вопросов такой лист, который полностью похож на тот лист, который заполняется в течение экзамена. Вот взять этот лист, сарксерить и заполнить его все графы, будет очень полезно, чтобы вы знали, что вам нужно на экзамене. Ваш найди номер, вашу фамилию, как эта штука заполняется, штрихуется вот эта кружочка для того, чтобы уже вы не нервничали на экзамене. Хотя на экзамене это все объясняют. Но, видя, как нервничают другие, переспрашивают по много раз одно и то же, я решил, что это будет очень полезно. Также я хотел бы дать еще один такой совет непосредственно на экзамене. На экзамене вам дают книжку, которая запечатана, ее открывать сразу нельзя. Но когда дают команду, берете карадаши и, помните, как в фильме «Люди в черном», срываете этот стикер. Что я делал сразу? Я пролистывал эту книжку от начала до конца. Дальше у меня цикл был следующий. Я открываю разворот, пробегаюсь глазами по тексту, а дальше перерыв. Ну, помассировать руки, глаза, посмотреть в окно. Если мне нужно выйти из аудитории в туалет или еще куда-то, я делал это только на этом этапе. Возвращался и уже работал с вопросами. И дальше переходил уже к новому развороту. Ну, вот, собственно, история. Вот мы говорили о методе. Теперь я хочу поговорить о том, к чему меня этот привел. Вот, собственно, история моего успеха. Первый экзамен, на который я зарегистрировался, это был ЦИСа в июне 2013 года. Вот. Ну, как видите, экзамен я не сдал. Это был такой пристрелочный вариант. Хотя, я считаю, результат был не так уж и плох. Мне не хватило 30 баллов. Но я понял, что экзамен крепкий орешек. Я понял, что делать, куда двигаться. И на сентябрь зарегистрировался на экзамен ЦИСу. Просто потому, что пока, чтобы воспользоваться дешевой сертификацией, а к тому времени еще не были известны результаты предыдущего экзамена. Вот к ЦИСу я готовился порядка двух месяцев. Я чуть-чуть пристал учебник, старался заставить себя что-то почитать в нем. Отвечал на базу тестового опроса. Именно готовясь к этому экзамену, я стал впривы применять подход, что увидеть мельком все вопросы – это лучше, чем тщательно прорешать малую часть. Также это был первый экзамен, для которого я стал использовать аудиоматериалы. И начал заниматься с репетитором, но позже отказался от этого. Если кому интересно, расскажу почему. Зайти с репетитором, они не столь эффективны. Фарид, уже 1-2 минуты остались. Да, да, да. Вот. Ну, собственно, дальше я наращивал тщательность подготовки. Но главное, что я хотел рассказать в этом этапе, а когда я сдавался риск, это вообще было труба. Я работал с иностранцами, которые научили меня хорошо разбираться в теме, в кобите, и, казалось, уже ничто не остановит от успешной сдачи экзаменов. Но обратите внимание, что лучше всех я сдал экзамен ЦИСМ, к которому я готовился, как я считал, меньше всего. И английский у меня на тот момент был далеко не самый лучший. А Сигейт, в котором я был уверен, вот просто я не добрал 9 баллов, я его не сдал. Как может наука это объяснить? Расскажу мой анекдот. Так, Алексей, тебе можно его рассказывать? Идет профессор с бородой по университету, к нему подходит студент. Можно задать ему вопрос? Да, конечно. Скажите, вы когда спите, вы бороду заправляете под одеяло или кладете сверху? Говорит, не знаю, никогда не обращал на это внимания. Через неделю этот же профессор встречает этого студента и начинает трясти его. Скажет, сволочь, что же ты сделал? Я теперь спать не могу, и так и так неудобно. Вот, это инвестирует то, что подсознание решает многие вопросы зачастую более эффективно. Сороконожка упадет, если начнет думать о том, как переставлять ноги. Большинство людей без труда называют город Климовск и практически полностью утрачивают такое название, когда узнают, что его шутку иногда называют по-другому. Таким образом, не всегда тщательность ведет к улучшению. И в этом есть смысл, потому что экзамен – это практический. Он тестирует вас не то, что вы знаете, как ходит сороконожка, а то, как ходите ли вы, как сороконожка. И это важно. И что дали мне эти сертификаты? Ну, начнем с того, что я через полгода после того, как получил первый сертификат, я поменял работу. И многие задают вопрос, окупилось ли экзамен. Да, я получил превращение в зарплату, которая окупила все мои затраты на экзамен. Изменилось мышление безопасника. Бизнесу нравится, когда безопасник говорит с точки зрения бизнеса, с точки зрения интересов бизнеса, вот этот каскад целей из Кобита. Изменилась моя позиция в сообществе безопасников. Ну, сам факт, что меня позвали рассказать об этом тоже, свидетельство вот об этом. Я приобрел новые для себя навыки обучения, повысил свой уровень английского языка. Вот. И, как я говорил, есть очень много достаточно хороших материалов, где можно приобрести полезные знания по подготовке к экзаменам. Но сейчас я вот в своем докладе я хотел рассказать что-то новое, что я посчитал для себя интересным, и о том, что я хотел бы рассказать для вас. Вот. Вот на этом все. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.